Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава второй книги про Липоменон, читая перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет, и в девятой главе закончилось описание правления Соломона, закончился золотой век Израиля. В десятой начинается то ли серебряный, то ли уже сразу медный, какой-то гораздо менее ценный. И смотрите, книга написана после плена. Для тех, кто вернулся из плена, рассказать им, как все было устроено, пока плен и разрушение Иерусалима не состоялись. Но ведь важно понять, а как все пришло в упадок. Вот времена Соломона, идеальные времена, мир, благоденствие, благочестие, богатство, покой, все хорошо. А куда все это делось? Враги пришли и напали? Какие-то предатели отняли у царя его богатство или там повредили народному хозяйству, как у нас в 30-е годы все искали вредителей. Рихавам, сын Соломона, воцарился. Об этом сказано в конце предыдущей главы. И что сделал? Он получил идеальное царство, как описывает это параллепоменом или хроники. Рихавам отправился в Шехем. Шехем один из знакомых, знаменитых таких городов. И, собственно, там Давид бывал тот же, да. Вот Иерусалим такая столица, но еще не безусловная столица. Рихавам отправился в Шехем. Там собрались все израильтяне, чтобы провозгласить его царем. Ну, как и с Давидом это было. Когда об этом услышал Ирвам, сын Невата, то он возвратился из Египта, куда бежал от царя Соломона. За ним послали и позвали его. В общем-то, эта история в хрониках не рассказывается. Ну, скажем так, еще один человек, у которого есть свои планы на политическое будущее. Ирвам пришел вместе со своими израильтянами, они сказали Рихаваму. То есть, этот изгнанник пришел, они сказали новому царю. Твой отец придавил нас тяжким Ермом. Сделай нашу работу полегче. Облегчи Ермо, что он ложил на нас твой отец, и мы будем служить тебе. Приходите через три дня, ответил Рихавам. Народ разошелся. Надо же, в истории Соломона мы про тяжкое Ермо нигде не читали. Более того, мы читали, что он, наоборот, старался не израильтян к работам определить. Но, вы знаете, как царь решает, и как это исполняется на деле, и тем более, как это видит народ, зачастую это разные вещи. Царь думает, все благоденствуют, все в порядке, а народ говорит, что-то нам тяжело, стонем мы. Вы бы облегчили нам, дорогие правители, наше положение. Но Ирихавам имеет возможность выбрать. Тем более, он не имеет репутации Соломона, он храмы не строил, он человек молодой, неопытный. Народ его еще не очень ценит. Царь Ирихавам стал советоваться со старыми придворными, которые окружали его отца Соломона, пока тот был жив. «Что посоветуете?» Спросила она. «Какой ответ дать народу?» Они сказали, если будешь обходиться с народом по-доброму, говори с ними обходительно и ласково, эти люди станут тебе рабами на всю жизнь. Смотрите, главное, что надо выиграть в самом начале правления, это симпатия народа, его преданность. Остальное богатство, почет, слава, все последует. Соломон, помните, просил мудрости у бога, когда тот ему сказал, выбирай, чего хочешь. Нарихавам не внял совет у стариков и не стал советоваться с молодыми придворными. И стал советоваться с молодыми придворными со своими ровесниками, которые его окружали. Ну, по-пацански, да, вот такой, я крутой парень, а эти тут пришли, что-то просят. Ну и что ему ответят молодые с гонором такие его друзья? «Что посоветуете?» Спросил он их. «Какой ответ дает народу?» «Они меня просят, облегчи Ермо, который наложил на нас твой отец». Молодые придворные его ровесники сказали, вот что ответил народу. Они говорят, твой отец наложил на нас тяжкий Ермо, облегчи его. А ты им ответил так, да мой мизинец потолще отцовского бедра. «Я крутой», да, вот это желание высказать себя как самого такого. «Ермо отца был для вас тяжелым, мое будет еще тяжелее. Отец порол вас плетьми, а я буду пороть вас кнутами». Там можно приводить скорпионами, но вряд ли ловили скорпионов и ими наказывали. Скорее, это название какой-то особой такой плетки или кнута с какими-то, может быть, загнутыми крючками на конце, да. То есть, ну, которыми уже совершенно зверски можно человека избить. «Ервамы все израильтяне пришли к Риховамы на третий день, ведь царь так и велел им приходить на третий день». Смотрите, они вполне ему лояльны. Они с петицией обращаются, они просят царя их понять, услышать, помочь им. Царь говорил сурово, не послушал он совета стариков и отвечал народу так, как советовали молодые. «Ермо отца было для вас тяжелым, мое будет еще тяжелее. Отец порол вас плетьми, а я буду пороть вас кнутами». Не послушался царь народа. Такова уж была воля Бога, чтобы исполнилось слово, которое Господь возвестил Ирвааму, сына Иновато, через Ахиви и Силома. Здесь-то история не рассказана, но он ему возвестил, что он тоже станет царем над частью израильтян. То есть и в этом есть божий замысел, это не случайно. С одной стороны, промашка Риховама, его желание выехать на отцовском авторитете безосновательно, да, и быть круче, чем отец. А с другой стороны, божественный замысел. Вот у истории часто есть два плана. Увидели израильтяне, что царь их не послушал и сказали ему, «Кто нам теперь Давид? Нет нам дела до сына Иесеева». То есть до династии Давида, а Давид сын Иесея. «Расходись по домам, Израиль, займись собственным домом, Давид». И все израильтяне разошлись по домам. А Риховам стал царствовать над сынами Израилевыми, живущими в Иудее. Ну, кто же хочет, чтобы его пороли кнутами? Тем более на пустом месте просто, чтобы удалить свое показать. И царство разделилось. Вот как описывает книга Парлипомэнн, Элихроник. И царство точно так же. Могла бы написать эта книга, рассказать нам, что там были такие вот дурные люди, они подстрекали к мятежу, начался вот этот вот разброд, шатание. Нет, все честно, царь, царь сдурел. Вот решил себя высказать, выказать таким вот крутым пацаном, да? Люди от него отвернулись. Если люди отвернутся от правителя даже великой страны, то страна не устоит. Царь Ихавам послал к израильтянам Хадурама, надзиратель за трудовой повинностью, но послал к ним начальника, покоритесь мне, да? Но израильтяне насмерть забросали его камнями. Сам царь Ихавам еле успел вскочить на колесницу, чтобы бежать в Иерусалим. С тех пор отпал Израиль от дома Давида. Ну и вот он не только ими не правит, он от них спасается. А что же будет дальше? Наверное, он должен отправить экспедицию карательную, всех привести в повиновение. А как к этому Господь отнесется? Вот об этом 11 глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok